В конце января по народному календарю начинается зимний свадебник. Во время него в старину было принято засылать сватов к родителям невесты и играть свадьбы. Герои следующего сюжета уже столько живут в браке, что и не помнят, в какой день расписали. Секрет семейного счастья узнавала наша съемочная группа. Бабушка рядышком с дедушкой. Все, как в известной песне. Кричать горько супругам Афоркиным могут 10 правнуков, 22 внука и 5 родителей. Только вот свадьба у них уже не золотая, а бриллиантовая. Вместе они 60 лет. Познакомились в деревне Аликово Красночитайского района. Тут и прожили всю жизнь. Василий Андреевич вспоминает, влюбился в красивую девушку с шикарным голосом. Свадебных фотографий на память не осталось. Все сгорело во время пожара в 1995 году. Тогда они остались без дома и имущества. Но главное, не лишились друг друга, а говорят, остальное можно пережить. Детство Анны Ивановны и Василия Андреевича пришлось на тяжелые военные годы. Оба рано остались без родителей. Может быть, поэт так хотелось создать большую крепкую семью. Дети вспоминают, все жили дружно, а дома всегда пахло свежим хлебом и щами из печки. Я их помню как всегда молоды. Всегда они как были, так и есть вроде. Иногда мне спрашивали, сколько лет твоей матери, вот я еще в школе училась. Я говорю, 33. Как будто мне вот ее годы всегда 33. Глядя на счастливых супругов, дети и внуки тоже мечтают отпраздновать золотые, бриллиантовые, а то и так называемые благодатные свадьбы. В деревне они дают пример всем семьям. Вот столько жить вместе, 60 лет, это чудо. Таких у нас, наверное, я не помню, столько они вместе жили. Мы тоже хотим брать с них пример. Сейчас мы живем 35 лет с их дочерью, с Верой Васильевной. И стараемся, чтобы их обогнать не только 60. Может 61, может 62 вместе жить. В рецепте семейного счастья о Форкинах нет каких-нибудь особенных ингредиентов. Все как у всех. Слушать друг другу, уважать, не спорить и не ссориться. Ведь, как писал классик, все счастливые семьи счастливы одинаково. Слушать друг другу, уважать, не спорить и не ссориться.